На мне оранжевая куртка, это значит, что мы начинаем большое майское путешествие, третий сезон. Лобби выглядит довольно многообещающе, приятная обстановка, очень много предметов дизайна. Нас действительно не обманули из стандартных номеров, это действительно самый лучший номер. Привет, друзья! Мы сейчас находимся в аэропорту города Мюнхен. На мне оранжевая куртка, это значит, что мы начинаем снова путешествие, большое майское путешествие, третий сезон. В этом сезоне нас ждут, надеюсь, с распростертыми объятиями, Майорка, естественно, Пальма-де-Майорка прежде всего, ну и целиком весь остров. В прошлом году мы были на Ибице, это самый маленький, точнее, почти самый маленький остров в Болярских островах, а вот Майорка, судя по названию, самый большой. Вот мы решили его тоже исследовать, потому что, в принципе, на Ибице понравилось, а на Майорке, судя по всему, много чего посмотреть можно, больше, чем на Ибице. Поэтому отправимся туда. Потом мы перелетим в Андалусию или Андалусию, ну это мы еще выясним в ходе нашего путешествия, как ударение ставить правильно. Прилетим мы в Севилью, посмотрим этот город, я однажды там был. Ну и далее мы прокатимся вот как раз по югу, по этой самой Андалусии, побываем в Гибралтаре, побываем, естественно, в Кадисе, Хересе, ну и еще где-нибудь. Я думаю, то, что оставим, но потом какие-нибудь сюрпризы. На обратном пути мы остановимся также здесь на денек в Мюнхене, поэтому с этим городом мы в этом путешествии пока не прощаемся. Мы в него вернемся, ну, уже в самом конце. Программа интересная, насыщенная, поэтому я вас призываю сразу подписаться. Если вы до сих пор не подписаны, ставьте лайки этому видео, потому что думаю, что будет интересно, потому что наше путешествие всегда интересное. Ну, по крайней мере, так многие считают. Надеюсь, то, что и вы присоединитесь. Сюда мы прилетели, авиакомпания Аэрофлот. Я надеюсь, то, что это будет самое плохое, что случилось в этом путешествии, потому что Аэрофлот запустили тариф без багажа, но забыли своим пассажирам об этом сказать. При этом берут деньги, естественно, в аэропорту при регистрации багажа по полной, не давая при этом возможности оплатить по дисконтной цене на сайте при регистрации. Позорно для национального перевозчика. Вообще наша нация не отличается таким поведением. Наша нация честная, открытая и терпеливая, но до определенной времени. Так что Аэрофлот, имейте в виду такими нехорошими способами, много вы не заработаете. Тем более, разница-то всего ли составила полторы тысячи рублей. Надеюсь, на эти деньги, дорогой Аэрофлот, вы купите немножко совести. Ну а дальше мы отправляемся на другой авиакомпании. Это бюджетная авиакомпания Ryanair. Там все понятно, там сразу с вас берут по полной программе, если вы не вписываетесь в те минимальные рамки, которые они вам определяют. Ну, по крайней мере, это открыто и понятно. В общем, выбор должен быть за вами, а не за авиакомпаниями, которым вы платите деньги. И мы отправляемся в путь. Друзья, это настоящий зоопарк. Летайте самолетами Аэрофлота, потому что на Ryanair летают какие-то просто придурки. Вот у нас группа молодых людей в баварских штанах и еще какая-то группа сопровождения невесты. А еще какие-то люди, у которых на футболках написано «Прекратите думать, начинайте бухать». В общем, очень круто. Вообще, летим. Итак, друзья, мы прибыли в Пальму-де-Майорку, в аэропорт. Кстати, аэропорт выглядит очень даже интересно с точки зрения архитектуры. Тоже, опять же, эти самые амбары, о которых мы говорили уже не раз. И в Витро-кампусе, и также в том самом Рикариуме в Португалии мы видели такой. Почему-то здесь не работает траволатра, кстати. И местами они почему-то как-то задом наперед работают. То есть, как будто мы в Англии. Мы взяли в аренду тачку в какой-то новой для нас компании, которая называется «Рекорд». Надо сказать, что очень быстрое обслуживание, прямо очень четко, все здорово. И нам дали абсолютно новую машину с панорамной крышей, навигацией. Сказали, вот сейчас придем, посмотрим. Видимо, красота неописуемая. Когда подлетали, посмотрели такой очень интересный здесь ландшафт. Побогаче точно природа, чем на Ибице. Ну, возможно, конечно, не так весело. Ну, в общем, мы не особенно провисели. Да, значит, еще что касается аренды машины, то подыскивали мы традиционно на агрегаторе. В этот раз на агрегаторе «Ду Юспейн». О нем я тоже уже рассказывал. Но как раз, когда мы были на Ибице, очень толковый агрегатор, он выдает как раз вот такие вот местные арендные компании, типа этого «Рекорда». Кстати, еще один такой момент, я довольно часто спрашиваю, стоит ли брать у агрегатора, если вы покупаете ваучер, стоит ли брать там страховку. Но это на ваше усмотрение, потому что с точки зрения арендной компании, если вы взяли страховку у агрегатора, все равно, что вы без страховки. Соответственно, если что-то произойдет, то воспользуется вашим депозитом, кстати, который в зависимости от страны сильно может отличаться и в зависимости от типа машины. Ну и он всегда очень немаленький, то есть там в южных странах, типа Испании и Патругалии, там может быть и тысячу и полтора, и даже две с лишним. Поэтому вот за счет этого депозита, если что-то случится, вас возьмут, ну а потом вы уже будете вместе со страховой компанией агрегатора все это пытаться получить обратно. Если готовы, то ради бога экономьте. Ну я так теперь не поступаю, скажу, потому что, к сожалению, из-за высокой конкуренции арендные компании превратились в компании по продаже страховок. Соответственно, если вы страховки у них не покупаете, они на вас отыгрываются по полной программе за каждую царапину. Вот так. Нет, 36-й, да вот же она стоит, да ты иди. У тебя получилось ку-ку. Ку-ку? Блин, господи, что за коротышка здесь ехал? Сортида, солида, на всех языках. Да, кстати, на Пальме, так же, как и на Ибице, так же, как и в Барселоне, говорят на каталонском языке. Ну и испанский, конечно, официальный государственный. Мы прибыли в отель. В лобби выглядит довольно многообещающе. Приятная обстановка, очень много предметов дизайна. Мне, прежде всего, конечно, понравились светильники, потому что их здесь много. И действительно классных светильников. Это и вибия, и флосс, и пупа замечательные. И вот эти вот шары какие-то, которые я пока еще не опознал. На полу замечательная терраса, идеально отполированная. Ну и, конечно, потрясающий вид на Средиземное, а точнее Булиарское море. Потому что, оказывается, вот здесь, в этой зоне, часть, эта часть Средиземного моря называется Булиарским морем. Все сидят, радуются жизни, наслаждаются видом. И мы тоже наслаждаемся кавой с Анной Вячеславной. Как кава? Прохладно. Прохладно, освежает. Нам очередной раз сделали апгрейд. Говорят, самый лучший номер в этом заведении. Сейчас мы пойдем и посмотрим, что это такое. Самый лучший номер по-майоркски. Еще какое-то из стеклянного искусства тут представлено. А в Атриуме настоящий Хуан Миро. Довольно круто. Нас действительно не обманули из стандартных номеров. Это действительно самый лучший. Во-первых, он на самом верхнем жилом этаже. То есть на седьмом. Дело в том, что здесь лобби находится на самом верху. А сам отель уходит вниз. Ну и вот там внизу шезлонги. Бассейн открытый. Ну и мы прямо на берегу, на первой линии находимся. Это угловой номер. То есть здесь совершенно потрясающий вид. Вот там, где круизник. Там Пальма-де-Майорка. То есть она здесь буквально в 15 минутах езды на машине. Здесь вот паркуются какие-то замечательные яхты, катамараны. Выглядит все, конечно, очень круто. Номер относительно небольшой, но довольно симпатичный, нужно сказать. На полу здесь какой-то ламинатик. Мне очень нравится кресло Патрисий Оркеола. Называется оно NAP. Делает его испанский производитель Эндрю Уолт. Если столкнетесь, то обязательно берите. Потому что и производитель довольно качественный. И мебель хорошая, интересная. Не только вот эти кресла NAP, которые, кстати говоря, вам в очень многих ресторанах можно встретить. Но только обратите внимание, что оригинальные выглядят вот так. То есть у них вот эти вот палочки, они выпуклые везде. Не только в виде контура, как в некоторых ресторанах, которые даже в какие-то рейтинги попадают. Наши, я имею в виду, отечественные Сибирь. Называется в Москве. Не будем называть ресторан Сибирь. Стены местами отделаны вот такой плетенкой. Причем такой довольно крупной такой сизалью. Очень круто это и вот в изголовье. И здесь вот где телевизор, умывальник вынесен наружу. Все оборудование, естественно, Рока. Но мы же в Испании, поэтому Рока. Столешница похожа из тонкого керамогранита. Это тонкий керамогранит. В Испании тоже их производят. Ну, естественно, на вид я не скажу, кто это. Но если интересно, у нас есть несколько испанских производителей тонкого керамогранита. А кто-то барахло разбирает? Ну, кто-то же должен и делом заниматься. Очень интересно устроена вот здесь вот наша санитарно-помывочная история. Здесь у нас туалет. В туалете традиционно нет ничего, что относится к гигиене. Но стены, опять же, обратите внимание, сделаны из тонкого керамогранита. Ну, в смысле, отделаны тонким керамогранитом. Уголок, конечно, такой довольно похабный. Вообще, в таких случаях, конечно, нужно ставить профилек. Да, ну или запиливать как-то там посимпатично. Потому что там, конечно, какие-то сколы такие совсем жуткие. А здесь душ и ванна. Но это, кстати говоря, очень крутая история. Превратить такую не душевую кабину, а душеванновую кабину. И это, безусловно, классное решение. Что-то уронили на этот керамогранитом треснул. Это странно. Анна Вячеславовна, вы звук мне весь портите. Самое странное, что там нет света. Почему нет света? То есть там такой интимчик. То есть, видимо, считается это, что вот свет... Кто это ходит вообще? Что свет должен попадать отсюда. Шкаф не имеет дверей. Но довольно оригинальное решение с занавесками. Привет Ольге Косаревой, которая нам внушает, что в моде бахрома. Ну вот здесь металлическая бахрома вместо дверок в шкафу. Очень-очень модно. Ольга Косарева мне никак с цепями не вяжется. Это что-то уже садомаза какое-то. Нет. Ольга Косарева не вяжется с цепями. Ольга Косарева вяжется только с трендами. Анна Вячеславовна. Итак. В общем, действительно довольно симпатичный номер. Довольно просторный, надо сказать, для стандарта. Потому что здесь даже есть какая-то диванная зона. Ну, правда, диванчик такой. Где-то еще там холодильник она нашла. Ну, в общем, на три дня, мне кажется, очень здорово. Потому что вид вдохновляет. Слышите? Поют птички. Это классно. Зелень. Океан. Прекрасный. Прекрасный цвет воды. Совершенно потрясающий. Какие-то рыбаки. Ну, в общем, все круто. Нам здесь нравится. Ну, вот такой вот отель. Довольно неплохой, кстати. И не бесит он своей многоэтажности. Потому что мы не любим многоэтажные отели, на самом деле. Ну, если это, конечно, только не касается каких-то городских отелей. Например, как в Нью-Йорке. Пойдем ужинать. На сегодня все. Но мы продолжим завтра. Так что оставайтесь с нами. И будет не менее интересно. Пока Анна Вячеславовна выясняет, как запрыгивают черепахи на бордюры. Эту финку Жоан Миро использовал тоже как мастерскую. Что касается кухни, то практически провал. Мы прибыли в очень интересное место. Называется Драконья пещера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!